Ушёл любимый всеми дядя Митя из «Любовь и голуби», незабываемый Остап Бендер из «Золотого телёнка», интеллигент Груздев из «Места встречи изменить нельзя», Мэтта Роше из «Ищите женщину» и воплотивший ещё много других ярких, колоритных образов Сергей Юрский. Многогранность его таланта создавала впечатление, что этот человек, посвятивший всю свою жизнь киносъёмкам, способен абсолютно на всё. Одинаково успешно ему давались и театральная игра, и писательский труд, и режиссёрская работа, и даже должность актёра озвучивания. Талант Сергея Юрского озарил и азербайджанское кино. Мне посчастливилось как-то оказаться на одной съёмочной площадке с Сергеем Юрским. В фильме «Левый шёл из дома» Расима Исмайлова. Я, конечно, был маленьким, мне было 9 лет. Я помню, когда мы оказались буквально в одном кадре до съёмок, от него прям веяло вот это с серьёзным отношением и к собственной личности, и к своей профессии, и ко всему окружающему. И вдруг, неожиданно после слова «Мотором» превращался в совершенно гротескового персонажа. Это в фильме «Злой гротесковый охотник». Ну, это детский фильм. И тогда для меня это оказалось, ну, показалось очень неожиданным, потому что мне казалось, что вот такой серьёзный дядька, он, ну, как он вот так резко перевоплощается. Куда? Ай! Трусы, дезертиры! Кинокомедия «Дервиш взрывает Париж», снятый по мотивам пьесы азербайджанского писателя Мерзе Фаталия Хунзаде, мусье Жордан Ботаник и «Дервиш Мастали Шах». Сергей Юрский сыграл французского ботаника мусье Жордана, гостившего у преуспевающего помещика Хатам Хана в Карабахском ханстве. Актёр с блеском справился и с озвучиванием этой роли. В результате образ мусье Жордана получился более естественным и колоритным. Также Юрский украсил фильм «Не бойся я с тобой» ролью станового пристава. Многочисленные перевоплощения великого артиста оставили глубокий след в истории искусства и в сердцах зрителей. «Все гонятся за богатством. Не так ли, правда, да? Да? Да. А зачем? Здоровье! Вот зачем нужно гнаться!» Лила Висерова, Рауф Гусейнов, Сибиси.